Русские новости, 27 выпуск. Подготовка к Дню Русской Солидарности 15 марта идет с большими трудностями, которые обусловлены не только трусостью и пассивностью многих русских людей, но и действиями поганой власти, которая надругалась над нашей страной и продолжает издеваться над русским народом, прежде всего над русскими политическими активистами. Нас пытаются запугивать тем, что установлены огромные административные штрафы и не надо ходить на все эти акции, потому что на каждого могут написать штраф размером от 100 до 300 тысяч рублей и вот это якобы является основанием для того, чтобы уступить свою собственную страну русофобам. На самом деле, если вы не нарушаете закон, вы вправе отстаивать свои конституционные права и пользоваться своими конституционными правами. Никаких штрафов не будет, если вы будете вести себя аккуратно, осторожно, согласно тем инструкциям, которые опубликованы, которые разработаны и тем рекомендациям, которые дают те, кто уже собаку съел на всех этих массовых акциях. Например, в нашей организации и в нашей коалиции, которая проводила в течение последних трех лет больше пяти десятков акций, не было ни одного задержания, не было ни одного судебного процесса. У наших так называемых конкурентов, национал-предатели там были, потому что там были доносы, доносы в полицию, поэтому были и задержания. И там была крайне неадекватная публика, которую притягивают за уши на все эти акции, якобы это русские люди. На самом деле, это просто такие ищущие приключения молодые люди, вышедшие похулиганствовать, поскандалить и им доставляет даже радость, что не только на них взваливаются полицейские репрессии, но и на всех остальных. То есть для них политика является прикрытием. На самом деле политикой они не занимаются, а занимаются просто уличными развлечениями. В Москве известные подлецы Горбенко и Майоров разрешили шествие либерастов в памяти Бориса Немцова, причем закон им прямо запрещал такое разрешение, они это разрешение дали. Но когда мы обратились с заявкой на согласование шествия русских националистов 15 марта, нам отказали. Почему отказали? Знаете ли, у них футбол. Они проводят футбольный матч, поэтому полиция будет отвлечена на обеспечение этого мероприятия, которое давно уже не является спортивным. Это просто какое-то сатанинское шоу, куда привлекается огромное количество полиции. Им, видимо, тоже хочется поучаствовать в этом. Кому-то хочется устроить драку с болельщиками другой команды, а полиции очень интересно отметелить и тех, и других. Ну, поэтому они не хотят нам предоставить возможность организовать шествие, потому что не могут оставить нас без своего внимания. Нам не нужны полицаи, нам не нужно никакое сопровождение. Если мы заботимся о своей безопасности, то мы как-нибудь без них ее можем обеспечить. Но они не могут нас оставить, поэтому отклоняют нашу заявку, и, скорее всего, нам придется выходить на пикеты у станции метро. Мы подадим заявки на массовые пикеты. Если нам не позволят их проводить, а это очень вероятно, значит, будем проводить одиночные пикеты. Обо всем этом, безусловно, расскажем зрителям русских новостей. В ряде городов отказываются с согласованием митингов, потому что якобы местная администрация занимается уборкой снега. Там, где уже и снега нет, они все равно будут заниматься уборкой. Там, где он есть, они не могут выделить даже двух часов на проведение гражданской акции протеста против русофобии, геноцида русского большинства, против беспредела правоохранительных органов. То есть мы имеем дело с совершенно беззаконной причиной, беззаконными отказами в согласовании митингов. Но все равно будем проводить одиночные пикеты, массовые пикеты. В любом случае, нас весь этот беспредел не остановит. И чем дальше, тем больше в наши ряды будут втягиваться те, кто не согласен с существованием этой власти и стремится к тому, чтобы ее сместить. И мы будем согласовывать участие представителей власти в своих мероприятиях, количество полиции, в каком месте эта полиция должна стоять, какие распоряжения выполнять, сколько ее нужно и для чего. Сейчас нам полицаев навязывают или навязывают нам место проведения шествия или митинга где-нибудь на отшибе, где-нибудь в лесу. Но это противоречит публичности этих акций, которые мы проводим или кто угодно проводит. Публичность предполагает наличие публики, наличие людей. А в лесу, спасибо, мы сами у костерка как-нибудь соберемся, шашлычок пожарим и никаких согласований нам для этого не нужно. На русских активистов продолжают оказывать давление в связи с акцией 15 марта. В Кузбассе Аман Тулеев дает распоряжение о давлении на русских, на любого, кто хочет что-то сказать в защиту русского народа. Визиты и угрозы со стороны сотрудников Центра противодействия экстремизму ЦПС стали здесь делом обычным, как и возбуждение уголовных дел, которые высасываются из пальца, лишь бы наказать русских политических активистов и лишь бы осложнить их деятельность. В Хабаровске заявителю митинга предложили либо отозвать заявку, либо получить дело об экстремизме и везиться со стороны сотрудников ЦПС к нему домой, может быть и не один раз. В Ростове многолетние усилия властей рассеяли и подавили русское движение, и теперь не дают подняться. Малейшая активность встречается с властями беззаконными действиями. Это продолжается и сегодня. По итогам акции 15 марта мы непременно составим рейтинг русофобии в регионах, лидеры уже намечаются, Аман Тулеев в Кузбассе, один из первых претендентов. Конечно, и московские представители, это уже такие отъявленные русофобы, которые, конечно, первые места в нашем списке просто не могут не получить. Ну ничего, прорвемся, прорвемся. Не трусь мы за Святую Русь. Вот с этим надо и выходить на наши митинги, на наши шествия. Не бояться, не нарушать закон, не хулиганить, не преследовать никаких иных целей, кроме политических, и тогда все будет нормально, и тогда мы победим, и тогда всех, кто нас давил, мы привлечем к ответу, и они расплатятся за все. Немцовщина заполняет средства массовой информации, и уже всех утомила, но тем не менее заказуха Кремля, заказуха либеральных владельцев СМИ делает свое дело, и продолжается вот этот поток новостей. Заплеченных дел мастера в очередной раз разрабатывают версию о неких ультра-националистах, которые убили несчастного либерала. Зачем? Да без всяких причин. Не может быть причин у русских националистов, чтобы даже смотреть в сторону этих людей. Это неприлично даже взгляд бросать в эту сторону, не то что там какими-то убийствами заниматься, а делать подарок Кремлю и этим либералам, которые теперь будут носиться с трупом, как самые отъявленные некрофилы. Если нам и нужна какая-то казнь, то только по суду. А так вот расстрелять в спину и разыграть еще из этого целый спектакль, нет, это нам совершенно не нужно. Говорили о том, что националисты такие бедные, что они в одном магазине не могут купить патроны, и поэтому купили в двух магазинах разнородные гильзы, валялись. Ну, значит, это националисты. Ну, профессионалы же действовали бы по-другому. А какие профессионалы? Где у нас профессионалы? Ну, вот пару профессионалов уже арестовали, якобы такой осетинский след, кавказский след, не имеющий никакого ничего общего с националистами. Ну, наверное, будут искать заказчиков, что да, наверное, страшные националисты наняли специально кавказцев, чтобы отвести от себя подозрения, и чтобы все это подозрение пало на кавказцев. Ну, мы-то знаем, кто убил, и даже думать нечего, что в этом замешан Кремль, и сами либералы эту жертву принесли на алтарь своего беса, к которому они и поклоняются. Вот тот Чубайс, в очередной раз оказавшийся на публике после убийства, заявил, «Нам всем надо остановиться, я подчеркиваю всем, власть, оппозиции, либералам, коммунистам, националистам, консерваторам, всем пора остановиться, и хотя бы на минуту задуматься, куда мы приведем Россию. Я очень надеюсь, что хотя бы сегодняшняя трагедия поможет нам это сделать». Ну и в дополнение еще мадам Прохорова, сестра, что ли, вот этого Прохорова, либерала и олигарха, чуть не со слезами дала интервью, в котором посетовал на всеобщую ненависть к меньшинству, к либеральному меньшинству, естественно. Напомним, что это меньшинство разграбило страну и утвердило тот режим, с которым теперь имитируют какие-то разночтения. Нет, это одно и то же. Они по одну сторону баррикад, мы по другую. Либералы в правительстве, либералы на улице, это все одно и то же, одни и те же либералы. И они друг друга видят издалека и друг другу глаз не выклюют. Ну а если нужно им кого-то убить и превратить в такой фетиш, в некрофильское божество, то они это делают легко. Вот и сейчас они это сделали. Нет, конечно, мы не остановимся, конечно, мы не остановимся и не собираемся прощать меньшинству, которое разорило нашу страну и превратило русских в народ нищих. Мы, конечно, эту измену должны будем когда-то судить и всех этих людей карать по законам народного суда, а не того произвольного, который мы имеем сегодня. И к призывам Чубайса мы отнесемся противоположным образом. И не хотят пощады, мы пощады им не дадим. Путин заявил, что правоохранительные органы должны уделить особое пристальное внимание расследованию резонансных дел с политической подоплекой, таких как убийство Бориса Немцова. Хочется ответить на подобные тирады строкой из Достоевского. В преступлении и наказании следователь в самый неудобный для подозреваемого момент вдруг говорит, вы и убились. Вы даже не скрываете, что вы ненавидите Россию, поэтому за вами целый шлейф убийств. Этот рыдающий Чубайс, который вызывает к милосердию или мадам Прохорова, который протестует против ненависти к своей группировке, это говорит о том, что они чуют, что расправа близка. Путин на коллегии МВД призвал спецслужбы полицию к немедленной реакции на акции экстремистов. Нет никаких акций, но реакция должна быть стремительной. И они, по его мнению, становятся все изощреннее. Какие же такие акции знает Владимир Путин? Нет никаких акций. Есть акции экстремистского правительства, тех воров, негодяев и изменников, которых Владимир Путин и возглавляет. Также Путин призвал к воспитательной работе с молодежью. Ну, полицаев у нас надо самих воспитывать, потому что они не знают даже свой собственный закон, которым должны следовать. Для них на первом месте приказ начальника, а кто у них главный начальник? Это Путин. Путин дал команду ФАС, что надо преследовать неких экстремистов. А кто у нас экстремисты? Да, русские люди. Любого русского человека можно обвинить в чем угодно, если он только попытается быть русским, просто быть русским. Поэтому очевидна совершенно русофобия Владимира Путина, он ее активнейшим образом насаждает в органах МВД, следствия, прокуратуры, в суде. Все это его личная, собственная деятельность. Мы должны точно знать, кто главный русофоб в России. Это Владимир Владимирович Путин, которого называют президентом Российской Федерации и числят законно избранным. Мы не должны считать его законно избранным, не должны считать его президента, потому что он таковым не является. Вся политическая система фальсифицирована. Ну а то, что касается полицаев, которым читает мораль господин президент, то вот свежий пример. Суд приговорил майора полиции из Красноярска к 15 годам колонии за сотрудничество с ЦРУ. 34-летний Роман Ушаков передал американским спецслужбам код, с помощью которого можно читать секретные телеграммы. Секреты он продал ЦРУ за 37 тысяч долларов. Замечательно, не правда ли? Правда, рано или поздно раскроется, в этом нет сомнений, в том числе и правда о сбитом Боинге. Потому что следствие продолжается, ни шапка, ни валка, все-таки что-то раскрывается в порядке этого следствия. Первый результат в прокуратуре Нидерландов опровергли сообщение ряда украинских СМИ о том, что согласно выводам международной группы криминалистов Боинг-777, потерпевший крушение на востоке Украины, сбит ракетой ЗРК Бук, принадлежащей вооруженным силам Российской Федерации. Ну, коль скоро так, то кто сбил-то? Какие там еще есть вооруженные силы? Какие там еще есть вооружения? Только украинские. Из этого можно сделать однозначный вывод, что рыльцев Пушкова не только у господина Порошенко, который устроил целый спектакль по поводу этого сбитого Боинга, но и у многих европейских политиков, а прежде всего у политиков американских, которые, не имея никаких данных о сбитом Боинге, уже обвинили во всем Россию и главным образом ополченцев. Они сами и подготовили все это дело, и поэтому больше всех орали. Ну, теперь вот можно сказать, что следствие уже пришло к выводу, что ни Российская Федерация, ни ополченцы не имеют никакого отношения к уничтожению Боинга и почти 300 пассажиров, которые на нем летели в Малайзию. Всех тревожат санкции. Против кого этих санкций? Конечно, против России, против русских, но касаются они олигархов и их капиталов, которые награблены из русского достояния и перевезены за рубеж. В США заморожены из-за вот этих самых санкций активы трех кредитных организаций Российской Федерации. Банка Россия, Собинбанка и СМП Банка. И в сумме эти активы составляют 640 миллиардов долларов, и они размещены в десятках американских банков. Обо всем этом сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на данные Министерства финансов США. Банк России принадлежит попавшему под санкции Юрию Ковальчуку. СПМ-банк подконтролен братьям Аркадио и Борису Ротенбергом. Все это близкие люди российского президента, так называемого президента, так называемой Российской Федерации. Разумеется, держать такого масштаба средства в России они не хотели, потому что с Россией их, как и Владимира Путина, ничего не связывает. Их родина там, за рубежом, в Соединенных Штатах, и там они держали вот эти колоссальные средства, которые украли у своего собственного народа. Теперь США показывают всем, что вот этим воришам и ну воришам, это термин Михаила Малютина, к сожалению, ныне скончавшегося, что их ставка на теплое отношение с Западом была ошибочной. И западные олигархи предполагали, что когда-нибудь российских они ограбят. И, собственно, этим сейчас и занимаются. И это принято в их среде. Если кто-то думает, что там есть отношения чести и совести, если там держат слово, то это совершенно не так. Расчет на то, что ты будешь бесчестным подлецом, а с тобой будут вести дела только люди достойные, не оправдывается. Вот какие вы, господа Ковальчук, Ротенберг и Путин, такие с вами заодно и действуют зарубежные партнеры. Вы хотели этого, вы это получили. И чем больше таких будет санкций, чем больше раздербанят ваши ворованные состояния, тем лучше. Да, вы украли их у нас, вряд ли когда-нибудь мы сможем вернуть наше достояние. Ну, разве что придет национальная власть и будет просто по капле выжимать из Запада то, что украдено в России. Ну, так вот, близкий круг Путина все-таки что-то оставил в резерве на случай, если собрать олигархи, вознамерится их ограбить. Настало именно то самое время, когда вор у вора триллион долларов украл, и поэтому останется либо капитулировать, либо возвращаться в Россию. Но в России здесь их ждет, конечно, суд. Не в лохмотьях они, конечно, вернутся, и поэтому все, чем они останутся в России, все это принадлежит российскому народу, русскому народу. Все это должно быть возвращено в российский бюджет и отнятого у Ротенбергов, Ковальчуков, Путиных и прочей сволочи, Чубайсов там и прочей сволочи. Русофобский психоз продолжается. Очередной припадок антифашистского индиотизма отмечен в Смоленске, где начался суд над журналисткой Полиной Данилевич. Трое вооруженных автоматами полицейских торжественно арестовали Данилевич, обвинив ее в пропаганде нацизма. Пропаганда заключается в том, что Полина, обнаружив на историческом сайте фото своего двора построение немцев в период оккупации под флагами со свастикой, разместила ее в своем блоге. Ну все, фашистка, надо брать, надо выворачивать руки, надо преследовать, надо судить. Психоз продолжается и в Конституционном суде, где защита конституционных норм и не ночевала. С 1993 года, если мы помним тогда, Зорькин, глава Конституционного суда, повел себя достойно и от демократов получил прозвание «Зорькин по Зорькин». Ну вот сейчас мы можем точно такое же прозвание за многие годы деятельности Конституционного суда снова в адрес его вредседателя отправить. Так вот, в Конституционном суде признали законом запрет символов, похожих на нацистскую символику, до степени смешения. В КС указывают, что запрет на демонстрацию символов, схожих с экстремистскими, фашизмом, а также действиям, оскорбляющих памяти о жертвах, понесенных в Великой Отечественной войне. Это правовая формулировка? Да нет. Крайняя степень непрофессионализма и бездарности профессиональной непригодности. Тем самым, признаны Конституционными нормами действующего законодательства, которые предоставляли правоприменительным органам чрезвычайные полномочия по определению сходства того или иного символа с нацистской символикой без учета контекста их использования. То есть, если правоохранитель что-то напоминает, а напоминать ему может все, что угодно, то это нацизм. Что бы вы ни нарисовали, если какой-то червячок в мозгах у правоохранителя зашевелится, он может объявить все это дело экстремистским. И могут арестовать, задержать, сделать все, что угодно. Использование нацистской атрибутики, равно как и атрибутики, сходной нацистской до степени смешения, безотносительно к ее генессису, может причинить страдания людям, чьи родственники погибли во время Великой Отечественной войны, отметили судьи. У меня дед погиб во время Великой Отечественной войны, у меня трое дядек воевали в Отечественную войну, дед, второй дед прошел всю войну. Так мне больше всего стыдно и больше всего оскорбляет меня деятельность Конституционного суда и всех высших органов власти Российской Федерации. Гораздо больше, чем что-либо еще. Реальность сегодняшнего дня это русофобия, это геноцид русского народа, в котором принимают участие и Конституционный суд. А вот реакция психов на инициативу кремлевских русофобов. В Перми активисты движения «Антимайдан Перм» креативно подошли к притворению в жизнь слов президента о противодействии экстремизму. Они приступили к производству кукол Вуду Майдан, о чем и сообщили в отдельном пресс-релизе. Это любовь к зомби, Вуду и прочей африканской магии в Пермском антимайдане уже проявилась в прошедшем феврале, когда они препарировали в Москве труп Майдана. Ну, знаете, вот такие некрофильские шоу, они говорят о том, что у людей с головой все очень плохо, впрочем, как и у их кремлевских хозяев. В Калининградской области суд вступился за цыган. В оскорблении данной народности был обвинен житель Калининграда, который по данным следствия разместил в ВКонтакте унизительный комментарий в статье «Цыгане» попросили восстановить в Калининграде цыганский поселок. По мнению прокуратуры, комментарий содержал отрицательные оценочные высказывания, формирующие негативный образ представителей цыганской национальности и был направлен на возбуждение ненависти и вражды по отношению к этой группе лиц. Ну, естественно, статья 282. В Самаре суд оштрафовал на 100 тысяч рублей местного жителя. Приговор был вынесен по уголовному делу о возбуждении национальной ненависти до 282 УК. По данным следствия, Самарец опубликовал на своей страничке в социальной сети несколько аудиороликов, фотографий, которые оскорбляли и призывали к насилию над выходцами из Кавказа и Средней Азии, евреями и чернокожими. Понятно, что все эти выводы каждый раз высасываются из пальца, каждый раз из мухи делают слона. Когда что-то делается в отношении русских людей, правоохранительная система полностью не дееспособна молчить себе в тряпочку. Что и в очередной раз подтверждает, мы имеем дело с русофобией, с русофобской системой, полностью пораженной русофобией системой органов, правоохранительных органов государственной власти. В Кирове было возбуждено уголовное дело снова по 282 УК. В связи с тем, что местный житель с 2013 года пытался продолжить деятельность запрещенного за экстремизм клуба болельщиков футбольного клуба «Динамо» и опубликовал в социальной сети материалы различных мероприятий клуба, таких как собрания, шествия, выезды. Ну вот, понимаете, и футбольный клуб теперь это экстремизм. В городе Щекино, Тульской области, за пропаганду и демонстрацию нацистской символики был оштрафован антифашист. Жертвой своего антифашизма и законов стал активист Левого фронта, который сделал репост, фотографию со свастикой, а также запись аудиокомпозиции, которая внесена в федеральный список экстремистских материалов. Ну, он пытался, видимо, что-то разоблачать и нарушил закон, получил уголовное дело. В Саратове ведется преследование журналиста-антифашиста в связи с тем, что он опубликал в ВКонтакте изображение свастики рядом с символикой «Единой России». И так далее, и тому подобное. Статья 282 УК гуляет по стране, косит русских людей направо и налево. Создана она русофобами и применяется русофобами. А нам надо ей противодействовать. Поэтому 15 марта ищите возможности, чтобы выйти хотя бы на одиночный пикет. Напишите на плакане 282, перечеркните красным фломастером и встаньте в людном месте. Это будет ваше участие в общерусском деле. Пусть самое маленькое. Потратьте на это час, полчаса, хоть сколько-нибудь. Покажите, что вы не трус. Это будет настоящим поступком русского человека. А тем временем у нас Россия превращается в самый Северный Кавказ. Один человек погиб и один госпитализирован с пулевыми ранениями после конфликта с участием двух групп выходцев с Кавказа. Инцидент произошел вечером у ресторана на востоке Москвы. В ходе конфликта получили огнестрельные ранения, находившиеся в увольнении 22-летний солдат-строчник и его 24-летний приятель, приехавший из Чечни. Пострадавшие были госпитализированы, но его наслужащий скончался от полученных ранений. Преступник скрылся с места происшествия. Москва превращается в аналог Грозного. Может быть, нам переименовать Россию в Нью-Грозный, а Грозный в Старую Москву. Наверное, так и следовало бы сделать. К этому все и идет. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров высказался за то, чтобы объявить амнистию для большинства осужденных в республике членов незаконных вооруженных формирований. Будь моя воля, я бы большинство задержанных в предыдущие годы освободил бы, потому что у нас амнистировал бы тех людей, которые в тяжелые времена нашего региона взяли в руки оружие. Так заявил Кадыров. Напомним, что российские власти многократно проводили амнистии и огромное количество бандитов, у которых руки по локоть в крови, не просто гуляют на свободе, ракетируют всю страну, но и имеют государственные должности и даже штатное оружие, как сотрудники правоохранительных органов. Их тепло встречают в Кремле, поэтому их же тепло встречают и во всей государственной системе, которая превратилась в одну большую банду, где правит беззаконие, где правит русофобия. В экономике продолжаются безобразия, которые обусловлены безмозглой и непрофессиональной деятельностью лиц, которые у нас возглавляют государство. По моему мнению, нынешняя рецессия не будет долгой и в третьем-четвертом квартале возможно возобновление экономического роста. Заявил министр финансов, выступая с лекцией в Миланском университете. Спрашивается, а что там делал министр? Может быть, он занимался бы своими делами, а не ездил по Италии и не рассказывал итальянским студентам, как хорошо живется в России. Глаза собственным гражданам, надо полагать, он смотреть не хочет, не умеет, ему может быть страшно. Согласно обновленному в феврале макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития, объем ВВП в России в 2015 году сократился на 3%. Мы давно научились не верить таким цифрам, потому что смотрим в собственные кошельки, смотрим на цены в наших магазинах, и мы прекрасно понимаем, что тут не о 3% идет речь, а как минимум о 30%. В том же духе официальной позиции самозванного мэра Москвы Собянина, он сообщил Путину, что деловая активность столицы в прошлом году выросла. Эксперты удивлены этому заявлению, официальная статистика свидетельствует прямо об обратном, то есть Собянин просто нагло наврал Путину о том, что происходит в Москве. Собянин заверил, что повышенные налоговые ставки на офисы и торговлю не только не вызвали повышение стоимости аренды, но и наоборот понизили ее. Впрочем, добавил мэр, это отчасти связано с кризисом и с учетом кризиса цена вообще стала достаточно приемлемой для малого и среднего бизнеса. Это говорит человек, который снес огромное количество палаток, на которые опирался малый бизнес, не только торговцы, но и производители, провел массовую зачистку торговых площадей и лишил работы тысячи и тысячи людей. По его мнению, выходит, что в Москве деловая активность возросла, но нельзя же так нагло, цинично врать, да еще врать своему хозяину и так, чтобы это стало известно широкой публике. Собянин утверждает, что в 2013 году количество предприятий в Москве уменьшалось, а в 2014 году дополнительно зарегистрировалось около 20 тысяч новых компаний и 11 тысяч новых индивидуальных предпринимателей. Это стопроцентное вранье. А на самом деле, по данным Федеральной налоговой системы, в Москве за 11 месяцев прошлого года зарегистрированных компаний стало меньше на 40 тысяч. Еще 14,2 тысяч юрлиц на 1 декабря находились на стадии закрытия. То есть фактически не прибавилось, а уменьшилось. Не прибавилось на 32 тысячи, а уменьшилось на 40 тысяч и еще уменьшится в ближайшее время как минимум тысяч на 14. В прошлом году налог на имущество по кадастровой стоимости в Москве платили владельцы помещений свыше 5 тысяч квадратных метров. С 2015 года свыше 3 тысяч квадратных метров. Ставка тоже постепенно вырастала с 9,1% в 2014 году до 1,2% от стоимости помещений в 2015 году. Это увеличило налог на имущество в целом на 33%, то есть на треть. Очень хороша ситуация и мы желаем всем предпринимателям наконец понять, что русофобскую власть надо валить. Это значит, что надо помогать русскому движению, а кто же свалит этот поганый режим и всех этих лжецов, негодяев и дураков. 3 марта следственные органы после проведения оперативных мероприятий задержали Сухалинского губернатора на его рабочем месте. Александр Хорошавин был задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Вместе с чиновником задержаны трое его соучастников. Басманный суд Москвы санкционировал также арест советника губернатора, подозреваемого в посредничестве во взяточности при заключении контрактов для строительства 4-го энергоблога Южно-Сухалинской ТЭЦ-1. Хорошавин является губернатором с 2007-го года. В 2011-м году он был назначен указом президента Медведева. Также задержанный является членом полицовета Сахалинского регионального отделения политической партии «Единая Россия». С начала года более 40 вузов России, в том числе МГУ, задерживают выплаты стипендий. Дмитрий Медведев пообещал наказать ректоров, если эта информация подтвердится. Нам же интересно знать, что стипендии во всех российских вузах это удел малой части так называемых «бюджетников». Фактически высшее образование уже повсеместно коммерциализировано, то есть стало платным. Сам же размер стипендии на 2-3 порядка ниже ректорских зарплат, а это примерно в 100-1000 раз. То есть миллион рублей в месяц получать для ректора не стыдно, это дело обычное. Позорный статус студенчества соответствует и реализованной идее коммерциализации образования, превращения вузов в конторы, которые оптимизируют не профессиональные навыки учащихся, а уровень доходов высшего руководства. Нищие студенты и нищие преподаватели соседствуют с безумным богатством ректоров, проректоров, президентов вузов. Сложилась, можно сказать, вузовская олигархия. Президент Владимир Путин подписал указ о единовременных выплатах инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны и узникам канцлагерей в связи с 70-летием победы в размере 7000 рублей. Понятно, отчего такой конкурс невероятной щедрости, от того, что правящий режим к этой победе не имеет никакого отношения. Он даже к понятию победы находится в непримиримой оппозиции. Эти предатели делают все, лишь бы у России не было никаких побед. В два с половиной раза с декабря 2013 года увеличилось число граждан, которые хотели бы после 2018 года видеть на посту президента Владимира Путина. Такие данные приводятся в февральских электоральных рейтингах Левада-центра. Если в декабре 2013 года 47% россиян, именно россиян, хотели, чтобы Путин на посту президента в 2018 году сменил другой человек, то к февралю 2015 года таких людей осталось всего 25%. При этом Путина готовы были бы поддержать 55% от всех опрошенных и 86% от тех, кто определился с выбором. Если бы выборы были в ближайшие выходные. Это, конечно, полное стопроцентное вранье. Тут уже от нормы в 100% никаких отклонений нет. Просто вранье. Мы же должны сделать все, чтобы Россия была достойна своих прежних побед, а правители России были достойными продолжателями нашей славной истории. Нынешние правители на это не способны, поэтому подлежат смене и как можно быстрее. Чем быстрее в Россию становится русская власть, тем легче будет всем нам, тем быстрее придут русские победы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова